Здравствуйте! Вы со мной на канале Астроумно. Это ваш самый любимый канал, на котором я вам рассказываю очень много интереснейшей информации из жизни и из сети. Наше подсознание устроено очень необычно. Оно направляет наши действия, хранит и организует воспоминания, эмоции, убеждения и энергию, а также отфильтровывает лишнее. Поэтому оно представляет собой настоящий ключ к нашей личности. На картинке вы видите шесть ключей, каждый из которых открывает ваше подсознание. Выбирайте тот, который вам больше всего нравится и узнайте, что это означает. Итак, первое. Сдержанность и рациональность. Это выбор сдержанного эмоционального и закрытого от посторонних глаз человека. Вы не открываетесь даже своим родным людям. Причиной могли стать некие события в прошлом, которые изменили вас и ваше поведение. Эта форма ключа самая простая. Не потому, что она скучная, а потому, что ее обладатель мыслит рационально и выражается прямолинейно. Второе. Строгость и уверенность. Этот витиеватый вариант ключа выбирает человек, с которым порой бывает очень сложно ужиться и сработаться. Наверняка вы занимаете руководящий пост. Все ваши сотрудники относятся к вам с уважением и страхом. Третье. Амбициозность и целеустремленность. Этот ключ надежный и крепкий. Его обладатель добивается своего, не боясь абсолютно никаких преград. Ваша сила и харизма помогают вам с легкостью генерировать сотни идей. Мнение со стороны не играет для вас роли. Вы доверяете своей интуиции и держитесь собственных принципов. Четвертое. Юмор и легкомыслие. Этот ключик, напоминающий листик клевера, выбирает люди оптимистичные. Вы смотрите на жизнь с юмором и улыбкой. С вами всегда легко, весело и беззаботно. Пятое. Это креативность и свобода в мысли. Необычная форма ключа говорит о яркой и неординарной личности. Вы всегда придумываете что-то новое, идеи так и бьют через край. Мы думаем, что вы человек творческой профессии, в котором есть потенциал. Шестой ключ. Консервативности и уровень навешенности. Этот ключ принадлежит консервативному человеку, предпочитающему идти по заранее проторенной дорожке. Но задумайтесь, разве не здорово иногда отойти и от продуманного пути и рискнуть? Нужно уметь меняться. Тогда вы сможете разглядеть новые горизонты и найти для себя нечто более интересное. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте перейти на наш сайт, странички, инстаграм и фейсбук. Ссылки есть в описании. Всем пока, услышимся!